я нахожусь на въезде в садоводство родничок выборгского района полянского сельского поселения возле поселка семиозерия видео сейчас начинается с въезда со стороны каннелярве здесь есть еще один такой же въезд сейчас я проеду по самому садоводству очень маленькое садоводство попробую что-нибудь сказать что знаю вот эта улица дорога по моему у нее название карьерами вот здесь старый карьер вот это по моему называется холодное озеро вообще это как пожарный пруд выделена вещь вот мы сейчас въезжаем на улицу карьерная вот это принципе есть сам карьер старый финский вообще садоводство образовалась на месте старого финского карьера который был закрыт в 30-х годах когда финны наткнулись разработках на подземное озеро по рассказам вот собственно улица карьерная и разработки были закрыты а потом 60 50 60-х годах в советском союзе уже когда здесь открыли карьер самом семиозерье этот же карьер вновь начали разрабатывать и работал он до 80-х годов вот сейчас мы едем по улице летний направо улица большая крутая а потом уже по маленькому улочкам ну ладно начнем с улицы большой крутой сейчас самая середина лета 9 июля и на улице плюс 13 градусов дождя нету к счастью и мне кажется это самая оптимальная погода для обзора потому что большую часть времени если это не зима здесь погода именно такая после сентября температура где-то будет средняя плюс 5 и ровно вот такая вот пасмурно-серая погодка каждый год есть несколько недель жары они это понимаю в этом году уже закончили и сейчас я хочу доехать до улицы объездной проехать по ней потом уже сделать круг рядом где-то в шести километрах железнодорожная станция каннелярви в другую сторону поселок поляны которые образовывают полянское сельское поселение до поляна отсюда 4 километра до каннелярви 6 до скандинавии 12 до трассы скандинавии ручей соединяющийся с домостроителем есть еще одна крупнейшая прям огромнейший город в городе садоводство садоводство не такой конечно как мишинская но достаточно большая едем и кстати по улице садовой создает до конца и развернув поезда обратно вот в конце улице садовой вот такие старые карьерные и здесь была помойка вот эта часть соединялась с домостроителя сейчас это все закрыта первый раз конечно ехал приехал именно сюда кирпичи я думаю не буду возвращаться поеду прямо чтобы объехать все дороги надо было сбросить счетчик на спидометре здесь интересное место с соснами это сосна которые уже самосев выросли на песке после завершения разработок и вот сейчас мы подъезжаем водоему местные его называют холодное озеро он как раз длинный в конце родник наверно родничок он поэтому и родничок вода чисто брали раньше ее пока не появилась на скважина с тачечкой сюда с канистрами ездили вот такой маленький кружок и сейчас я возвращаюсь собственно на улицу садовая вот там заехал получился круг вот я еду обратно вот поворот направо это большая крутая с которой началось мое знакомство с этим с удовольствием очень классное место мне нравится здесь как бы это не звучало мне нравится есть воздух он здесь совершенно другой абсолютно другой как в городе здесь чувствую себя иначе лучше покупает строится но кроме того что здесь был песчаный карьер здесь еще часть садоводства стоит на болоте на торфе и много участков стоит именно на торфе а некоторые даже на подземных речках или речке вот такая вот красота так же вот если смотреть понятно непонятно если по видео выезжаем на улицу зеленая я показывал большой крутой и едем на улице объездная едем в сторону по направлению к белазовской дороге большая песчаная дорога вот улица песочная если прямо смотреть по карте то впереди дорога которая соединяет семя озерия поселок и один из артефактов этой местности это заброшенная железнодорожная ветка ну на ней кроме столбов и спал которые не выкопать уже ничего не осталось железнодорожная ветка соединяющая карьер семя озерия с железнодорожной станции канелярви вот сейчас едем по улице объездной вперед где знак кирпич улица непроходимая она упирается в улицу летняя ну как упирается она упирается в болото которое так и не смогли освоить в котором по легенде утонул экскаватор ну как легенде я его сам не видел конечно но председатель рассказывал вот улица объездная в принципе объездная на почему потому что там уже таких дорог нету там лесные натоптанные дороги и верхним участком организованной дороги в принципе нету ну как нет она есть она сама образовалась вот мы как раз можно сказать левее объездной песок правее это торт поэтому дороги наверху они существуют в неразрушенном виде и никто их особо не строил попилили деревья и вот тут грейдер проехал вот наверх туда участком дорога и там же можно выехать на белазовскую но выехать на велосипеде конечно машине не выйдешь и подойти к железнодорожной ветке старик погулять там интересно можно фотографироваться на грейдер конечно проехал да как так то вот он как не с ним разъехаться он же с ковшом вот сейчас я да разъехаться мне с ним не получится мне его нужно будет обогнать 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 я его попробую здесь над что-то он без работы едет по моему личному скромному мнению вот эти дороги грейдеровать бессмысленно хотя скорее всего я бы сделал бы ровно такую же ошибку в начале если бы не узнал как это все строилось и так же бы заказал сюда грейдер для ремонта дорог а ремонтировать ямки на этих дорогах я вот явный противник этого по одной простой причине люди у нас если видят ровный кусок дороги они начинают втапливать как последний раз вот выехали собственно на улицу летнюю сейчас поверну налево на улицу песочная где мы встречаемся с грейдером потому что дороги как должны строиться в таких местах вот он дороги как должны строиться пригоняется экскаватор вырывается выбирается грунт потом приезжают самосвалы засыпают его песком потом уже едет грейдер и выравнивает это все получается дорога а эти дороги строились я могу только предположить как засыпались тем что могли достать и верхний слой ну вот конечно же конечно же я не мог не повстречаться с грейдером объезжал объезжал и и вот так спасибо мужик я проехал и вот собственно мы находимся с края улицы обладной вот там вот я повернул направо мужик подожди еще чуть-чуть я дальше проеду пять секунд спасибо и сейчас поменяю руку неудобно сейчас мы повернем на улицу веселые вот там лесок с болотом и наверное проедем по улице веселый круг у меня так и не получается сделать в самом начале ну ладно ничего страшного просто покатаюсь по этим дорожкам вот а про дорогу то я не закончил эти дороги я так понял что строили как получится потому что времена то сада вас образовалась в девяносто первом году вот вот какая красота здесь дом вагон а вот здесь пролетел а здесь дом паровоз и гараж карета красиво вообще природа очень красивая про дороги все таки наверное никогда не закончил верхний слой дорог был укреплялся щебнем укреплялся песком укреплялся всем чем можно и сейчас я так думаю конечно я не дорожный строитель вот 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 то что вот сейчас получилось на дороге простоеется то буквально пару дождей и будет хуже садово потому что верхний укрепленный слой теперь отсутствует ну ладно как говорится посмотрим вот проехали пересечения веселой улицы и летний и сейчас я поверну направо заеду в самый центр садоводства заеду в самый центр садоводства вот матросовское молоко уезжает это рыбак рыбку продает сейчас остановлюсь и вот мы находимся так сказать в юридическом центре садоводства здесь вот это вот магазин работает в летний период начинает по-моему в мае и в сентябре заканчивает вот это вот правление собственно сюда до того как можно было платить до того как стало возможно платить в электронном виде носили свои денежки за взносы из электричества вот здесь вот организована детская площадочка вполне интересно когда когда тепло здесь достаточно многолюдно ну как я уже говорил ранее достаточно тепло это всего парочка недель в году когда реально жарко возвращаясь обратно на улицу веселая и поедем вот впереди бибик матросовское молоко вот улица болотная пересчитает соединяет большую крутую с непроходимой также сюда еще магазина приезжает в субботу и во вторник полянское молоко про молоко само ничего не могу сказать от себя лично потому что к сорока годам уже потребление чистого молока оно сугубо индивидуально а вот кисломолочка у них шикарнейшая я набираю у них питьевого йогурта вот участок вот этот продавался видимо уже обжился ну не знаю красота да кисломолочка вот полянская превосходная вот рекомендую от себя лично рекомендую кефир питьевой йогурт творог сыр 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 у них правда один вид вот мы здесь уже проезжали но это собственно проезжали и теперь можно развернуться и поехать куда мы поедем в принципе садоводство уже закончилось вот большая крутая вот мы проехали только вот по этой улочке на вот он грейдер поднял весь гравий который был уложен сейчас он также уложится криво как и был и яма будут такие же как были но чуть-чуть в другой проекции вот вот там улочка с которой по которой мы ехали вот вот водоем а это вот улица песочная кстати интересно что на большой крутой вроде бы географически казалось бы что она должна быть песчаной с песчаной основы но некоторые участки там также стоят на торфе причем вот продам кому надо ну если конечно если бы конечно мне сейчас бы здесь бы захотелось бы взять сейчас так я бы не стал бы брать тот на котором уже что-то построено а наверное наверное вот есть один тут на объездной мы него проехали даже не знаю продается она или нет но скорее всего бы тот взял который я конечно же не покажу я же не рекламирую вот она вот эта вот тропиночка соединяет непроходимую и большой крутую я думаю сейчас проедем прямо через летнюю и я подъеду ко второму выезду и закончу видео да как так то 5 грейбер вот мы вернулись к администрации салам местные таджики весной прилетают зимой улетают работают руководитель у них назар такой так по песочной улице у меня не получится проехать как лучше едем туда или едем туда куда куда вот я думаю доеду вот сейчас полет не до конца поверну налево к объездной и потом поднимусь направо до шлагбаума и закончу видео да таджики интересны от руководителей их назад в прошлом году сказал что он уже старый стар и больше сюда не приедет и билеты у них были взяты на самолет на 21 сентября и вылетели они ровно 21 сентября в этом году я думаю это будет так же и хотел он оставлять вместо себя своего сына которого зовут Саид Кадам К К К К Ну мне как получается как выяснилось не повторить этот звук это К с ножкой вот она большая крутая наверное было бы логично по ней проехать но ладно ой 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 вот дедушка идет впереди там тропинка как раз выходит к началу нашего видео со стороны помойки и чтобы не делать трюк по дороге пешком можно здесь скоротать путь и вот собственно еду я по улице карьерная по которой я бы поехал бы если бы поехал прямо в самом начале какой котофей кисюля боится что-то не оооо а это знаменитый кот это местный он здесь зимовал этой зимой украл у нас кусок оленина которая лежала на веранде и свулька ну ошейник на него кто-то одел или такой же какой-то он слишком слишком хорошо выглядит для бомжа и ухо у него целое вероятно это один из детей того местного ну что еще делать если ты не кастрированный и кот конечно же летом много еды и кошечек поэтому должно быть счастье у котов потому что не факт что зиму можно пережить ну ладно тут стало понятно что я люблю котов и вот собственно остановился я на разъезде улице карьерной и обводной в принципе если вот я бегал полностью пробежать обводную по кругу чуть больше километра получается вот небольшое с удовольствием и вот здесь подъездя ко второму выезду в горку тяжеловато и переключить передачу мне не как одной рукой а и смысла наверно сюда нету ехать шоссе или подъехать а плати на месте закажи по телефону да сюда подсыпали щебень ладно поеду я прямо по обводной попробую побыстрее покажу чтобы было понятно что она маленькая полиция карьерная вот улица большая крутая вот улица веселая и вот место где разъезжался с грейдером она же улица песочная ух как он там наворотил да раскиснут эти дорожки весной по ним будет не проехать не хочу конечно наговаривать но и вот все улица обводная уже в середине уже с другой стороны судоводство да я даже здесь бегаю а вот он и тут участок который я говорил но там торт на туда засыпано много камазов песка еще 90 и что и пошли к ничем дел вот она летняя то есть которая пересекается доводство в середине вот эта дорога наверх так же к этому с удовольствием еще примыкает санта семи озере она вообще состоит из двух улиц потому что потому что я осматриваюсь на вас родничок вот здесь мы уже проезжали здесь уже везде проезжали вот она непроходимая и вот если ехать прямо то можно подъехать смт семян зари почему-то у них елок больше в лесу такое наблюдение для себя я сделал здесь преимущественно сосны ну вот и все в принципе выехали к большой крутой вот направо улица песочная где мы конечно же ехали водоем и наверно она будет заканчиваться уже 40 минут сколько можно не стоит смотреть не будет конечно но она что она мы нормально а вот и снт семи озере одна улица а вот вторая не сдержал свое данное обещание что мы с вами поедем две минуты назад собачки и вот такой вот смт интересно здесь еще есть смт энергия которая закрыта полностью с огромными участками с огромными расстояниями между участками можно туда доехать у них карьерчик свой облагорожен место для купания но я думаю в следующий раз а вот выезжаем вот есть правление даже в этом трудоводстве выезда выезда выезды укостируют улица ягодная улица ягодная улица ягодная улица ягодная ну когда же уже закончить здесь конечно бегать классно когда весна или осень я людей нет погода такая стабильная лежишь по дорожкам не заводишься конечно лучше по лесу бегать и в тепло там воздух вкуснее но когда вырос у сыра то есть тоже классно даже трудновато по одному и тому же место 6 километров на кратном от азии ничего с трудностями можно справиться но с другой стороны где-то километров 10 я уже накатал вчера там было километра 2 наверно направить проехал после сброса счетчика болото какое рука под затекла держать да снимаю я в 1080 60 fps на холодный телефон вначале посмотрим что получится вот собственно место которому я подъезжал с той стороны он забирает помойку вот такой вот ролик у меня получается что он заканчивается тем же чем я начинался то есть мусорные машины да интересные или до часа докататься еще все это за мужчина такой идет здорово мужик ты кто александр сергеевич местная знаменитость первый человек на моем ролике ладно все закончим видео всем пока удачи